Всем привет! В ближайшие несколько минут с вами будет Данута Хлысня и короткий выпуск правдивых, свежих, актуальных новостей о Беларуси и не только. Обязательно ставьте лайки и пишите сразу несколько комментариев по поводу того, что увидите и услышите. По поступившей к нам на канал информации в логистическом центре Брусги, где разместилась часть мигрантов-туристов, включили отопление. Рабочие места на производстве в холодное время года должны отапливаться согласно действующих санитарных норм и правил, но только не в Беларуси. В логистическом центре Брусги, где все это время работали белорусские рабочие, отопление включили впервые. Мы все знаем, что белорусские рабочие в принципе привыкли к подобного рода условиям труда. Включенное отопление в производственных складских, а зачастую и в административных зданиях – это исключение, но точно не правило. Но туристам, как видим, отопление нужнее, чем белорусам, которые оплачивают его из своих карманов. Кризис на границе продолжается, часть мигрантов вернулась в палаточный лагерь у границы, но часть разместилась в логистическом центре, теперь можно сказать, со всеми удобствами. А в интернете все больше появляется видео и фото, как мигранты в сопровождении белорусских силовиков чуть ли не с троем из песней исполняют все их указания. Очевидно, именно поэтому столкновений на границе в последнее время не было. Все дело в том, что Лукашенко в своих мечтах решил, что Европа после созвона с Меркель задумалась, как отменить все введенные санкции против него. Министр иностранных дел Эстонии Ева Мария Лимец рассказала подробности телефонного разговора между Ангелой Меркель и Лукашенко. Она рассказала, чего именно хочет нелегитимный в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе с ЕС. По ее словам, у него два требования – признать его президентом и снять санкции. Министр пояснила, что для Евросоюза важно сохранить новое расширенное соглашение о санкциях и ввести новые санкции в отношении Беларуси. «На наш взгляд, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и оказывал свое влияние на Беларусь посредством этих действий», – сказала Лимец, добавив, что новые санкции должны быть введены как можно скорее. Министры иностранных дел ЕС сошлись на том, что санкции должны быть нацелены на физических и юридических лиц, способствующих незаконному пересечению границ ЕС. По словам Лимец, теперь на них могут быть наложены санкции за нарушение прав человека. А что касаемо самого Плешива, то его безумие с каждым днем все больше и больше не удивляет. Даже если бы он перечислил несколько странных условий, типа «хочу быть владычицей морской» и 100 миллионов евро, младильных яблочек килограмм и ковер-самолет, никто бы не удивился. Ну а что взять шизика? Для сравнения, у целого народа Беларуси долгое время была всего лишь одна просьба, которую выкрикивали даже маленькие дети на площадках – уходи. Правда, такой шанс предоставлялся Лысому еще в августе 2020 года. Теперь люди хотят другого – мести и справедливого суда над диктатором и его подельниками за преступления, совершенные против народа. А помочь ускорить данное мероприятие может мобилизационный план «Пирамога» от Байпола. Присоединяйтесь. Соучастница убийства Романа Бондаренко и пока еще пресс-секретарь нелегитимного Наталья Эйсмант заявила, что Лукашенко не обсуждал с Меркель ни санкций, ни признания того, что он нелегитимен для всего мира, ни то, что он причастен к приграничному конфликту. Вот что вякнула Массандра. Цитата. «Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем признании в ходе разговоров сказано не было». Серьезно. Тем временем немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщает, что разговор о признании Пляшева президентом все же был. Также по их версии Лукашенко просил ЕС, особенно Германию, забрать половину мигрантов, которые сейчас в Беларуси. Хотя правда в словах Массандра все же есть. Для президента действительно ниже достоинства обсуждать подобные вещи. Но ведь Лукашенко не президент и никакого достоинства у него нет. Будьте здоровы, носите маски, подписывайтесь на канал, пишите мне приятности, ставьте лайки и оставляйте комментарии под видео. Помогайте продвигать его в тренд белорусского ютуба. Пусть как можно большее количество людей узнает, какой беспредел по-прежнему продолжает твориться в диктаторской стране в центре Европы. С вами была Данута Хрустня. Увидимся завтра.